Всем привет! Вслед за недавним выпуском про ботаников-супергероев ловите и ответ от суперзлодеев. Открывает этот топ ученый Гектор Хаммонд, который является главным злодеем в фильме «Зеленый фонарик». Тут он сын бывшего астронавта, а ныне сенатора Роберта Хаммонда, который получил работу в правительственной исследовательской компании. Гектор был назначен изучить тело умершего Абинсура. Во время работы он подвергается воздействию параллакса, часть которого была в теле. После этого мозг Гектора начал усиленно расти, в результате чего он получил многочисленные способности, включая телепатию и телегинез. На девятом месте Памела Лиллиан Айсли из фильма «Бэтмен и Робин». Памела в исполнении Ума Турман является ученой в области ботаники и биохимии, обладающей энциклопедическими познаниями. Она проводила научные исследования в южноамериканской лаборатории, стараясь скрестить животных и растений, чтобы вторые имели возможность защищаться от людей. Именно она изобрела таксин веном, который так нужен был ее начальнику Джейсону Вудроу. Получив отказ о сотрудничестве, Вудроу попытался убить Памелу с помощью яда химикатов, после чего земля в буквальном смысле поглотила ее. Пропитавшись ими, Памела стала тем самым гибридом растения и хищников. На восьмом месте «Безумный Иоганн Шмидт». Будучи блестящим ученым, он быстро поднялся по ранговой лестнице нацистской элиты и стал доверенным лицом самого Адольфа Гитлера. Тем не менее, его желание стать сверхчеловеком привело к тому, что он проверил сыворотку суперсолдата на себе. Предполагалось, что она сделает его сильнее, быстрее и яростнее. Однако у нее оказался и побочный эффект. Сыворотка сильно деформировала лицо, сделав его похожим на красный череп так, что Шмидту пришлось носить синтетическую маску, напоминающую его прежнее обличие. На седьмом месте доктор Карлтон Дрейк. Гений и человек с блестящим потенциалом. В 19 лет он открыл терапию, увеличивавшую срок жизни онкологических больных в несколько раз. А в 24 года он уже основал компанию «Фон жизни», после чего начал интересоваться космическими кораблями, космосом и другими планетами. Дрейк был уверен, что Землю в скором времени ожидает экологическая катастрофа, а дни человечества сочтены. После знакомства с симбиотами Дрейк решил, что в них и заключается секрет спасения всего человечества. И Карлтон начал экспериментировать над людьми, после чего и сам слился с одним из них, Райотом. На шестом месте Курт Коннорс, который с детства был в Ундеркиндом, а когда вырос, стал гениальным хирургом и мировым экспертом в области герпетологии. Это раздел зоологии, изучающий земноводных и присмыкающихся. Потеряв руку во время службы в армии, Коннорс стал одержим идеей ее вернуть и разработал экспериментальную сыворотку, взятую из ДНК рептилий, и испытал ее на себе. В результате опыта ему действительно удалось отрастить свою правую руку, однако после принятия сыворотки, доктор Коннорс стал превращаться в гибрид человека и ящерицы. На пятом месте гений в области атомной физики, блестящий инженер и изобретатель Отто Октайус, который придумал инструменты щупальца, управляемые через мозговой компьютерный интерфейс. Они наделены большой силой и точностью движения, будучи прикреплены к ремню, пристегнутому вокруг его тела. Во время случайной радиационной утечки, которая закончилась сильным взрывом, аппарат был намертво присоединен к телу Октайуса. Плюс к этому щупальца начали плохо влиять на разум изобретателя. Далее у нас идет Норман Осборн. Даже до того, как Норман использовал формулу Гоблина, он был невероятно умен. Он разбирался в математике, химии и других естественных науках. А формула Гоблина, кроме физических показателей, также еще повысила умственные и творческие способности Осборна, и он стал настоящим гением, который смог добиться больших успехов в генетике, робототехнике и машиностроении. Однако, помимо всего этого, Норман получил и раздвоение личности, после чего стал главным злодеем Человека-паука. Бронза достается морскому биологу по имени Шей Лэмдон из сериала «Флэш», который экспериментировал с генами акул и стал жертвой взрыва ускорителя частиц Star Labs, после чего он превратился в антропоморфную большую белую акулу. Его акулия физиология, позволяя быстро плавать, включает зубы с когтями, которые используются в качестве оружия, а также жабры, которые позволяют шею дышать под водой. На втором месте расположился ученый Виктор фон Дум, который обладает супергениальным интеллектом, и это не пустые слова. Он входит в восьмерку умнейших людей планеты, считаясь одним из самых грозных из их числа. Сам Дум не считает никого равнее себя, даже Рида Ричардса. Он построил сотни различных устройств и изобретений. Однако Виктор стал злодеем в фильме «Фантастическая четверка» 2015 года после того, как получил свои безграничные силы в ином измерении на неизвестной планете, состоящей из живой энергии. Ну и первое место я отдаю Олдричу Киллиону, основателю агентства инновационной механики. Он был подающим надежду ученым, являющимся калекой, и пытался уговорить Тони Старка присоединиться к своим исследованиям. Но когда тот отказался, Киллион сам занялся созданием вируса Экстремис, который дает необычные силы. После введения его себе от былого калеки не осталось и следа. Помимо полученной силы, Олдрич также может повышать температуру различных частей своего тела, дышать огнем и даже восстанавливать оторванные конечности. Субтитры создавал DimaTorzok